Привет! Это Йосиф Херсонский, раввин общины Jewish Point в Тель-Авиве. У нас топ-3 тезиса и идеи Пурима. Поехали! Первое. Пурим — это модель поведения еврейского народа в диаспоре, тогда, когда мы изгнаны с нашей земли и находимся в гостях в чужих странах, иногда на правах рабов, иногда на правах подданных, иногда на правах свободных людей. Здесь мы видим, что судьба еврейского народа, то есть глобальные процессы, они зависят и вытекают из отношений евреев с Богом, из соблюдения заповедей, из жизни поторий, из лояльности Богу. Так, например, наши мудрецы говорят, что вся эта передряга и угроза уничтожения еврейского народа возникла из-за того, что евреи приняли участие в Перу Ахашвироша. А в чем здесь грех? Одни говорят, что пир был назначен по случаю годовщины разрушения храма, и евреи присоединились к этому празднику. Другие говорят, что на Перу подавали и кошерные, и некошерные блюда, евреи выбирали некошерные, имея возможность питаться кожерно. Если принять концепцию того, что изгнание — это не география, а отношение с Богом, то в этом смысле и в Израиле мы находимся сегодня все еще в изгнании, а возможно и в Израиле больше изгнания, потому что вся эта земля, весь этот воздух напоминает нам о том, что может быть иначе. Поэтому первый и главный урок Пурима — это налаживать отношения с Богом, и тогда меняется наша жизнь, тогда нас минуют угрозы, и тогда Бог рано или поздно возвращает нас к себе, потому что Он нас не ненавидит. Второе. Есть два канала взаимодействия с Богом, особенно когда мы находимся в открытом мире и живем среди народов. Один канал — это люди, как Мордехай и Эстер, которые находятся на передовой, погружены в так называемую светскую жизнь. Мордехай уходит из Синедриона и идет в политику. Эстер выходит замуж за царя, и им удается путем интриг, путем манипуляций, путем действий, так работают вещи в этом мире, спасти еврейский народ. Другой канал взаимодействия с Богом — это взаимодействие напрямую. С точки зрения политики эти люди находятся в тылу, а с точки зрения Бога они на передовой, потому что это влияние через изучение Тору, через молитвы, через соблюдение заповедей, через налаживание прямого контакта. Еврейский народ — Бог. В конце Свитка Эстер говорится, что большинство братьев поддержали Мордехай, или множество братьев, получается, что не все. Да, действительно, Талмуд говорит о том, что были те, которые говорили, Бог найдет путь спасения своему народу, а ты не должен уходить из Синедриона в политику. То есть есть те и были те, которые считают, что позиции и действия Мордехая, конечно, они заслужены, и он большой молодец, но тем не менее это не еврейский путь. Таким образом, мы видим два пути и два канала. Пурим учит нас тому, что каждый, посмотрев себе в душу, должен понять, какой его канал, и как я лично приношу пользу моему народу, как люди, которые молятся, учатся, или как Мордехай Эстер, которые, по сути, совершают духовное самопожертвование. Третье. Это, конечно же, заповеди Пурима. У нас в Торе всегда так. Все правильные мысли, прекрасные чувства, если они не реализуются на деле, это пустой звук, но это как в отношениях к семье. Если ты любишь, но это никак не выражается, невысока цена твоей любви. В Пуриме есть четыре заповеди, и важно обратить на них внимание. Первое – это чтение Свитка Эстер. Нужно послушать эту адженду, эту программу действий два раза в течение Пурима. Первый раз вечером, второй раз днем. Второе заповеди. На нее мудрецы рекомендуют потратить максимум бюджета праздника. Это помощь нуждающимся. Нужно найти хотя бы двух евреев, которым ты подаришь деньги для того, чтобы они тоже смогли порадоваться и отпраздновать этот день. Третья заповедь – это съедобные подарки друзьям, ну хотя бы одному другу. Отправить кошерный гостиниц, это умножает радость праздника. И четвертая, последняя заповедь – это застолье. Нужно собрать семью, можно пригласить друзей и гостей, и порадоваться этому чудесному спасению, которое было тогда, но происходит и в наши дни, когда нас Бог спасает и уберегает. Об этом мудрецы в Талмуде говорят странную вещь. Нужно напиться в Пурим. Да, напиться нет у нас, в общем-то, такой заповеди обычной, вот тут да, для того, чтобы не отличать благословенного Мардыхая от проклятого Амана. Это мысль еще и о том, что возле Амана есть добро. То есть есть какие-то смыслы и цели, которые Бог реализует в рамках своих сценариев. Он приводит Аманов для того, чтобы подвинуть мир и еврейский народ в определенном направлении. И Мардыхай тоже, он праведный, он мудрец, он большой молодец, но он человек, и важно, чтобы даже когда ты на каком-то этапе почувствовал себя Мардыхаем, сбавлял скорость на поворотах, чтобы не занесло. Это, на мой взгляд, топ-3 и главные идеи праздника Пурим. Я, Йосиф Херсонский, раввин русскоязычной еврейской общины Тель-Авива, Jewish Point. Мы создаем первую в истории города русскоязычную синагогу и общинный центр, или общинный дом. В описании к этому видео есть ссылка, если вы хотите узнать об этом больше или поддержать наш проект. Я желаю вам веселого Пурима, и чтобы это веселье было кошерным, чтобы не занесло на поворотах. Пока.